Red Dead Redemption 2 это невероятная игра с невероятно большим открытым миром, которым нам открывается множество способностей, а также интересных сюжетов. Но имея это все, все же иногда чего-то не хватает и разработчики игры весьма ограничены в добавлении некоторых других возможностей, а все это в угоду политкорректности, но зато нам на помощь приходят моды, которые добавляют в игру все остальное. Поэтому в сегодняшнем видео я покажу вам топ 10 лучших скриптовых модификаций для игры Red Dead Redemption 2, все ссылки на моды из этого видео вы найдете в описании, также там будет некая инструкция на установку некоторых модов из нашего сегодняшнего топа. Итак, давайте начнем. И открывает нашу десятку мод, которые делают NPC в игре более агрессивными, ведь кому-то из игроков возможно уже и надоела та самая добродушная атмосфера в игре RDR2 и хочется чего-то необычного. Как раз таки это и добавляет этот мод. Теперь жители города сумеют вам уже самостоятельно отомстить за ваши все проделки, которые вы делали раньше, либо отомстить своим соседям, которых они так сильно ненавидят. Это лучший способ проверить свои навыки выживания, просто установив этот мод. Девятое место занимает мод Simple Snow, модификация, которая добавляет ранний снег в игру Red Dead Redemption 2. Притом хочу отметить, что снегом покрыто почти все, и одним из его самых лучших качеств это то, что он имеет свойство таять, если светит солнце, либо в то же время расти в высоту, если падает снег. Если вам лень, допустим, ехать в горы, чтобы ощутить настоящую зиму, тогда установите этот мод и зима найдет вас сама. Снегом покроет абсолютно все, включая деревья и даже дома. И что-то мне подсказывает, что даже жители не очень в восторге от этой внезапной зимы, ведь возможно кто-то из них к ней еще не подготовился. На восьмом месте находится мод, который дает возможность ограбить один из самых больших банков в игре. Банк города Роудс. Города, куда стекается почти вся элита и где водятся деньги. Самое время спланировать ограбление. И для этого просто достаточно, как настоящий головорез, зайти в банки и просто обезвредить охранника. А дальше дело уже за вами. И все зависит от вас. Захватываете заложников и приказываете клерку открыть хранилище. После чего просто взламываете сейф. И на все про все у вас всего лишь 5 минут. А если вы не успеете, тогда пеняйте на себя, ведь банк находится почти через дорогу к участку шерифа. И законники отпустят вас либо живым или мертвым. Но если вы не забыли взять с собой оружие, тогда самое время и дать им отпор. И после чего броситься в бега. Седьмое место занимает мод, который добавляет несколько полноценных работ в игру. Самое время после ограбления притвориться работягой и залечь на дно. Данная модификация в этом вам как раз таки и поможет. И добавит работу даже бармена. Но если вы не любите обслуживать персонал, тогда можете податься в доставку нефти. Там тоже платят немало. А если вам охота пострелять, тогда добро пожаловать к охотнику. У него тоже есть для вас работенка. Как по мне именно таких подобных простых работ иногда не хватает в игре. Ведь постоянные перестрелки тоже могут выбить вас из колеи. И неплохо так надо есть. Меня многие спрашивают откуда и как ты делаешь такие кадры, не привязываясь к основному геймплею. И в этом мне помогает очередной мод, который находится на шестом месте. Это некий фрикам, который не зависит от игры и может перемещать камеру куда угодно. Именно благодаря этому моду была отснята большая часть из этого видео. Мод дает возможность перемещать камеру, не привязываясь к игроку. И делать просто потрясающие скриншоты. Также камеру можно переносить вместе с игроком и даже с его лошадью. И при этом тем самым даже телепортироваться. Есть возможность быстрого перемещения либо замедленного. Ну а для истинных ценителей крутых картинок разработчики мода добавили много разных интересных фильтров. И с картинкой теперь уже не придется мучиться в фотошопе. Достаточно просто включить фильтры в игре и просто сделать скриншот. И у вас будет готовая картинка в инстаграм либо на превью. Открывает первую пятерку модов модификация на некий файт клаб. С помощью которой можно неплохо так научиться драться в игре. Ведь я думаю, что все были в восторге от того, насколько драки в Red Dead Redemption 2 динамичны и проработаны. Поэтому мододелы сделали этот мод, который поможет вам подраться на голых кулаках в честном бою с любым NPC. Либо даже с несколькими. Кроме того, есть еще несколько крутых одиночных локаций, которые добавляют еще большей атмосферы вашим противостоянием. И один неверный шаг и противник сможет вас скинуть пропасть. Поэтому после такого мотивации победить не может не появиться. На четвертом месте находится еще один интересный мод на ограбление банка. Но на этот раз уже более огромный. После установки этого мода вы сможете ограбить банк как в Валентайне, так и в других городах. Например, Роудс или же Сен-Денни. Функционалом тоже этот мод немного отличается от предыдущего, так как здесь ограбление происходит почти без взлома и подбора ключей. А за вас почти все делает клерк или охранник сейфа. Вам остается только целым и невредимым выйти с банка и показать шрифу, кто в городе хозяин. И понемногу мы с вами добрались и до тройки лидеров нашей сегодняшней десятки модов. И третье место занял мод или же некий трейнер на одежду, оси установки которого вам уже не придется искать одежду в магазине и более того тратить на нее свои деньги. Достаточно будет просто запустить этот мод и найти любую одежду с игры, даже не двигаясь с места. Как по мне этот мод очень полезный, ведь одежды в игре очень много и искать ее в разных каталогах очень трудно. Более того, в этом моде можно надеть даже ту одежду, которая у вас еще не разблокирована за те или иные достижения. Ну и после чего это все можно легко сохранить. Также есть множество разных готовых костюмов. Это как раз таки для тех, кто одежду не любит подбирать, поэтому за вас все уже сделал автор этого мода. Второе место занимает еще один интересный мод, связанный с ограничениями, которые разработчики добавляют в игры. Этот мод дает возможность разблокировать несколько закрытых локаций на карте, которые раньше были доступны в миссиях, но потом закрылись. И давайте рассмотрим, как пример, некий закрытый подвал с баром. Весьма устрашающая локация на болоте. В ней одному даже страшно находиться. Также вы сможете после установки этого мода зайти в закрытый форт и узнать, что же там находится за закрытым забором и почему его так охраняют. Или как пример локация острова Гуарма. Туда теперь легко можно попасть. Но мне кажется, что лучше без оружия туда не соваться, ведь остров просто прекрасен и не зря его так сильно охраняют. Хотя я думаю, что это не сильно должно вам помешать там побывать. Ну и лидером нашей сегодняшней подборки лучших скриптовых модификаций для игры Red Dead Redemption 2 является мод, который поможет вам купить новый дом для себя и для своей семьи. Ну или только для себя. В покупке доступно несколько частных домов, а также несколько номеров в отелях и за которые вам уже не придется платить ваши деньги. В общем, количество недвижимости 7 штук и все 7 штук можно приобрести. Что касается домов, а вернее после их покупки, у вас будет не только дом и участок земли, который очень огромный и на котором можно завести даже свою ферму. Внутри дома есть все необходимое, кухня, спальня и даже коридор. В доме можно даже сохранить игру и даже заночевать. Также есть дома и в лесу с очень красивым видом на всю долину. Думаю, что этот мод не зря занял первое место в нашей десятке модов. Ну а на этом у меня все. Если вам эта подборка из 10 модов для игры Red Dead Redemption 2 понравилась, тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и другие моды для данной игры. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Всего хорошего! Субтитры подогнал «Симон»!